Эту зиму семья Никитиных встретит с теплом и комфортом. Здесь завершают монтаж внутридомовой системы газоснабжения. А в октябре прошлого года было иначе, вспоминает хозяйка Ксения Никитина. Супруга мобилизовали, женщина осталась одна в частном доме с ребенком. Справиться с печным отоплением было тяжело. За зиму ушло 3 кубометра дров и 2 тонны угля. Приходилось разрываться, тяжело между работой. Работала я на левом берегу на тот момент. Ребенок несовершеннолетний, дом с печным отоплением, конечно, очень тяжело. Зима выдалась суровой, потому что снега сыпало по колено. Так и постоянно приходилось поддерживать температуру. Это и накладно, и дорого, и не очень удобно. Теперь о проблемах с отоплением можно забыть. Коммуникации доземельного участки бесплатно были подведены по федеральной программе догазификации. Затраты на переоборудование внутридомовой системы теплоснабжения с печного на газовое отопление и проведение газа на участок покрыла субсидия. 201 тысячу рублей Ксения получила в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Средства поступили на специальный счет в одном из крупнейших российских банков-партнеров. Комплексный договор на газификацию Амичка заключила с компанией «Омскгазстройэксплуатация». Сейчас эти работы завершаются. Смонтирована четырехкомфорочная газовая плита, установлен напольный газовый котел, проведен газопровод уже в границах земельного участка. И в результате получается, что как до границы участка за 0 рублей обеспечена возможность подключения, так и в границах земельного участка система газоснабжения этого домовладения будет смонтирована бесплатно для человека. Чтобы получить помощь от государства по газификации, необходимо обратиться в окружную администрацию. Есть ряд обязательных критериев для претендентов на выплату. Дом должен быть индивидуальной или блокированной застройки с печным отоплением. Подать заявку может только один собственник жилья, ранее не получавший средства на проведение подобных работ. Для того, чтобы принять участие в федеральной программе «Чистый воздух», необходимо обратиться в администрацию округа с определенным пакетом документов, которые включают в себя заявления, паспорт, документы на землю, реквизиты счета, договор поставки газа и договор о технологическом присоединении. Ну и, соответственно, все чеки. Всего от Амичей поступило более тысячи заявлений на компенсацию. Общая сумма возврата – 145 миллионов рублей. Кроме того, 163 обращения направлено в газораспределительные организации, чтобы заявитель мог получить субсидию на комплексные работы по внутренним сетям газоснабжения.